Здравствуйте! У нас продолжаются лабораторные работы, уважаемые наши телезрители. Поэтому, чтобы мы сегодня громко не говорим, вы, так сказать, тихонечко, и мы так вот тихонечко, поскольку профессор сейчас весь, ну, сегодня очень серьезно, вот прямо сейчас все серьезно, в общем, ответственная работа, одним словом, спросите у доктора Щеглова, ну, сегодня, в общем-то, доктор Щеглова всех спрашивает, пожалуйста, немножечко потише, профессор, извините, пожалуйста, я прервал вас. Да, действительно, сегодня мы с вами, Алексей, разбираем достаточно запущенный клинический случай. Это я уже пишу. Да. У нас сегодня на клиническом разборе Семен Александрович Фурман. Семен Александрович, как вы себя чувствуете в последнее время? В общем, очень плохо, доктор. Это вы меня запустили. Что случилось? Вы меня запустили. Ну, тяжелый, я же тяжелый сумасшедший больной. То есть вы действительно считаете себя душевно больной? Да, конечно. Так и писать сумасшедший. Со слов пациента. А почему вы считаете? Со слов пациента пишут так. Якобы сумасшедший. Так принято писать. Так вы логически мыслите, Семен Александрович. Логически мыслите. Все сумасшедшие логически мысли. А когда у вас появились вот такие идеи, что вы якобы сумасшедшие? Ну, это с детства как-то или озарило как-то у вас? У меня была травма раннего детства. Так. Дело в том, что мы как-то переходили, ходили за грибами с мамой и переходили через ручей, там была такая рельса. Так. Рельса через ручей? Рельса через ручей шла. И мы шли по рельсе. Я упал и ударился яичками об рельсу. Понесли имя из магазина яички? Нет. А как? Нет, нет. Своими яичками. Упал яичками прямо на рельсу. Так. Вот. И с тех пор вот я так и подумал, что я сумасшедший. А как вы связываете это? Не знаю, какой-то вот может быть совпадение какое-то. Не знаю. Вот с того момента. С того момента. И мама с того момента тоже сошла с ума. То есть вы считаете у вас как бы семейная такая патология? У нас семейная патология, да. У нас все в роду сумасшедшие были. Мне кажется, вы знаете, профессор, вот та генетическая, которую вы выставляли на прошлом. Предрасположенность. Да. Она очень ярко рисуется, особенно в области шестого пульса через интрограмму и мы выходим где-то... Проверьте, Алексей, проверьте просто. Сейчас импульсацию. Сейчас, игночек. Опа-на! Опа! Есть все. Овлип. Ну вы знаете, тут очень сложность возникла с тем, как это яичко второе определять. То есть какое из них, в общем-то, правое, а какое левое. Вы ушиблись как? Вот слева, справа? Так, двумя яичками прямо ушибся. Угу. И вот это как бы начало вашего сумасшествия. Начало сумасшествия. Но вы же талантливый актер. Как же можно сумасшедшему репетировать, играть? Нет, нет. Дело в том, что я ничего не играю. Я пишу двумя яичками. Пишите про яички. Это самое... Причем вот эти вот ваши коробки от яичек вот здесь. Они именно... Сколько же вы яиц-то сожрали вдвоем? Это ж надо все обилить этим самым. Ватой какой-то. Это специально для буйно-сумасшедших переживаемых. Угу. 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 Что вы спросили? Как в творчестве вы... А, дело в том, что я ничего не играю. Я просто такой больной, сумасшедший. Все думают, что это я так играю. Угу. Угу. Вот. У меня есть доказательства. Я... Это тряпочка? Это тряпочка, да. Я лежал. Это не тряпочка. Так. Это рубашка. Я ее взял с собой. Вы меня ведь положите, да? Да. Ну... Как профессор скажет, но, скорее всего, да. Да, да. Я думаю, что вы положите. Я взял с собой кое-что. Я без этой рубашки в больницу не ложусь. Так. Ну, вот, я ее взял. Вот. То есть, вы видите, вот, штампик. Так. Вот. Больница, да, номер 3, имени Скворцова Степанова. Психиатрическая клиника. 78-й. 78-й год. Вот, с тех пор я... Здесь следы крови. Это следы крови, да. После того удара, да? Это меня... Нет. Я был... Не после удара. Меня лечили оперативным путем от сумасшествия. Мне резали что-то. То есть... Воботомия? Да, нет, и иссекали. Иссекали что-то. Что это вы будете... Сканировать рубашку? Это легкий анализ. Да-да, посмотрите. Потому что, вы знаете, сейчас при шизофрении обнаруживается особая форма лейкоцитов. О-о-о, знаете, это очень интересно. Попотрахивает немножко рубашка, чувствую только... Выбирайте выражение. Вы в культурном заведении. Что значит потрахивать? Ну, в смысле... Вы не в голову сейчас. Опа-на! Три нуля, профессор. Есть, да? Три нуля. Вот, смотрите. Понятно. Семен Александрович, скажите, пожалуйста, раз вы знакомы с психиатрией, ставите себе диагнозы, вот на ваш взгляд у вас какая форма психической патологии? Потому что, ну что, сумасшествие это общие слова. Я думаю, что... У вас невроз? Или у вас строгия характера? У меня... Или у вас процесс какой-то шизофренический? Инфекционная деменция. Инфекционная деменция. Да. Я думаю, что я занес инфекцию при ударе. Но деменция, вы знаете, что значит. Да, я знаю. Это же слабоумие. Да. Вы себя считаете слабоумным человеком? Да. Да, 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 да. Искренне? Да. Да. Давайте мы сейчас проверим тогда, действительно, правильное ваше предположение или нет. Вот логически вы можете объяснить, почему, скажем, в сексуальной жизни мужчины зачастую испытывают страх перед женщинами. Ведь это глупо. Ну, чего бояться? Казалось бы, мужчина основной игрок на сексуальном поле. А вот очень у многих как бы страх перед женщиной. Профессор, а вас не смущает кровь на рубашке? Смущает, но я думаю, что это все-таки в рамках. Что вы мучаете больного, сумасшедшего? Откуда я знаю? У меня страх не только перед женщиной. У меня страх перед мужчинами. У меня страх перед сценой. Страх перед телевидением. Перед всего боюсь. Но он продуктивный. Он помогает вам? Чему же он помогает? И парализует. Парализует меня. А как же вы играете? Да не играю я практически уже. Парализованно. И выхожу, и все. В чем секрет вашего все-таки обаяния и успеха? Нет, какое у меня обаяние? Посмотрите на меня. Насколько мы знаем, многие слушатели, зрители, посещающие театр, даже если вы редко играете, они все-таки считают вас очень интересным. Здесь есть в карточке. Записано, да? Да. Но вот вы как считаете? Я? Да. Да ничего. Дураки, господи, ну что они. То есть вы как бы обманываете? Столько красивых, талантливых актеров. Просто их как бы... То есть вы их обманываете? Сознательно. Пруд пруди. Нет, а им я нравлюсь. Почему? Ну не знаю, тянет народ к безобразному. Откуда я знаю? Вы знаете, профессор, вы кратите, на самом деле на этот вопрос, есть ответ, написано, можно сказать, совершенно прямо. Фельдшер это у нас, да? Да, да, это наш фельдшер. Извините. Способный паренек какой. Угу. Так. Парень... Ну, написано, на сцене живет. Живет на сцене. У вас есть страх перед ним? Ужасный страх. Я очень боюсь неопытных врачей. Вы только не давайте доктору ему меня оперировать, ладно? Нет, нет, нет. Он пока на диагностическое лицо. Пусть подает инструменты. Это, знаете, больной тоже важно. Иногда можно подать не тот инструмент, а профессор... Я люблю, чтобы профессора оперировали. ...может не заметить. Вот. Вы знаете, профессор, я, конечно, ну вот, мне кажется, что это совсем... Напишите, пожалуйста, дивертикул сигмовидной кишки. Я так и знал. Ну, как знал. Что? Дивертикул через У или Ю пишется? Дивертикул. Спасибо. А вы чувствовали это, да, Семен Александрович? Дивертикул? Да. Но это изъющество. Дивертикул я чувствовал. И еще, доктор, вы знаете, мне вот иногда... Пока неплохо. ...кажется, что я... ...главный юрист Ленсовета и всех частей света. Так Ленсовета нет уже. А вот у меня такой бред. Что вы еще как бы юрист, да? Да. И что вы делаете в этой роли? В роли юриста? Да. Я все время какие-то составляю документы, договора, сортирую какие-то справки, квитанции. Вот такая вот навязчивая. Семен Александрович, будьте добры, расскажите нам немножко о своем детстве. Вот самые ранние воспоминания. Вот вы вспомнили, вы с мамой переходите в речку. Яркое такое событие. А еще что-то из детства. А еще, значит, я... Мама была врач, я взял эту большую медицинскую энциклопедию и там пластинка была такая. Какого цвета? Пластинка была черного цвета, в белом конвертике. И называлась она... Измеры пластинки можете показать? Могу, да, показать. Вот такая. Вот такая пластиночка была. Так, и что произошло? Вот. Произошло вот что. Я поставил пластинку, она называлась маниакально-депрессивный психоз. Да, была такая. Вот. И как-то вот я ее запомнил и потом очень долго... Ваш же профессор, перед звоночком на квартире тоже пластинка? Да, да, да. Но размеры. Ага, ты же всегда говоришь, что размер это не главное. Очень она на меня подействовала, эта пластинка. Какую сторону, что изменила? Ну вот как-то вот я... Это вот... Обострение началось. Вот скажите мне... Послушайте речь двух больных, находящихся в маниакальном состоянии. У обеих присутствует эротическое содержание и характерный для маниакального состояния осипший голос, вот как у меня, кстати. Ну вот я так подминул, что я просто все растаял, что я просто все позабыла. Ах, неужели же это правда, что я так хороша с собой? Он любил... Он был в ножку маленькой блондинки, в машинистке поле с фирмы «Джак Гуглаз». Он просто рабочий, как он ходил в госпиталь. Он мне так подмигнул, что я просто вся растаяла. Ах, неужели же это правда, что я так хороша с собой? А как вам этот фильм понравился? Как вам, Рыбников, понравился? Что, смеяться? Думали, что забыли еще о дождь генерала? Ну и так далее. Послушайте речь второй больной. Находящийся в маньякальном сайте. Сердце красавицы, склонно к компенсации. Что он на меня так смотрит этот ваш? Помощник, лекарь. Запишите, Алексей. Вот я не буду всю пластинку, но в общем она вот так вот проигрывается. Вербализация снижена. Вербализация у меня очень снижена. Артикуляция гибоидная. Шизоаффективные включения. Гибоид. А ваша пластинка, которая на двери, она ведь... Да. Вы видели? Какие пластинки в своей жизни? Другие пластинки в своей жизни? Да. А, еще была у меня одна такая... Ну вот секундочку. Банан, в лимонном Сингапур. Пур. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И там на тонкой шкуре под хохот обезьян. Вы плачете и в это, что наша песня спета. Но это, это, это... Позвольте, позвольте. Карио записывайте. Да. Снижены рефлексы. Вот скажите больной. Я вам сейчас продемонстрирую картинку. Вы скажите, что вы видите? Что вы видите? Скажите, пожалуйста. Ваши ассоциации. Ваша ассоциация вот с этой картинкой? Пересечение с главной дорогой. А где здесь не главная дорога? А нет, наоборот, пересечение с главной дорогой, это наоборот он висит, по-моему. Да, наоборот. Наоборот. Переверните. Вот так, вот-вот она. Пересечение с главной дорогой, да. А где здесь? А когда вот так вот было, это шалаш Ленина. Шалаш Ленина? Шалаш Ленина как бы пересекается с главной дорогой. А где Ленин в этот момент? В Польше. Ленин в Польше. Логические связи. Три-четыре балла. Скажите, Семен Александрович, вы можете вспомнить свою первую любовь? Первую любовь я не могу забыть, а вы говорите, можете вспомнить. Расскажите нам немножко. Не могу забыть. Кто она была? Она была завальная Наташа. Завальная это фамилия или определение? Фамилия. Фамилия, да. Фамилия пишутся с заглавной буквы, да? Смотря чьи, доктор? Вот ваша. Не, я свою пишу с маленькой буквы. Так, и что, Леван, Наташа, расскажи? Печатными буквами. А вот было такое ощущение тоже, как обострение болезни. Почувствовал что-то вот здесь вот. Что-то так вот ухало. 14. Что-то ухало, ухало, как будто на качелях, знаете? То есть волнение такое. Да, да, да. Да, 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 да. И как развивались? Развивались события как? Он не будет ногти сейчас тричь? Что он там делает? Нет, нет, нет. Ну, пусть спокойствуетесь в момент. Это легкий анализ постного мозга. Соскоп. А-а-а! Соскоп! Не надо осторожен. Я вам скажу. Соскоп. Я вам скажу. Ну, мы обсудим потом. Семен Александрович, не надо при мне говорить такие вещи серьезные. И что вы вот чувствовали по отношению к заваленной Наташи? А-а-а! И как вы подошли? Ну, расскажи. Ну, подошел. Ну, что же вы так, доктор? Уже, это не приятно. Да, нужно разряд нужно. Да? Притом последний. И что? Ну, я не могу ее найти до сих пор. Вот сейчас бы вот ее найти. А тогда как? Я бы ей все сказал. Тогда я ей сказал, что я тебя люблю. И все. И на следующий день. Что? Ничего дальше. То есть она отвергла вас? Ну, наверное. Наверное. Она ничего не сказала. Хорошо. Семен Александрович, а ваш первый сексуальный опыт? Опыта еще нет никакого. Вы знаете. То есть вы девственник? Нет никакого опыта. Семен Александрович, вы девственник? Да это вопрос, вы знаете, очень сложный философский. Как-то вас в передаче, вот спросите у доктора Щеглова, спрашивали, вот, называется ли девственник тот, кто занимался анонизмом. Я это хорошо помню. А вы как считаете? Я считаю, что слово девственник все-таки к женщине как-то относится. А как назвать мужчину, у которого не было сексуального опыта? Больной. Тяжело больной. Тяжело больной человек. Вы знаете, профессор, мне кажется, может быть, вы мне потом скажете, конечно, но мне кажется, что надо очень активная терапия. Ну, пока кажется, да, но мы посмотрим, ведь у нас еще. А вы считаете, что, я давно, кстати, вас хотел спросить, мне кажется, вот некоторые хирургические вмешательства, они же... Да, они могут... Все-таки помочь, правда? По всем случае, они могут снять некоторые проблемы. Вот это, вы обратили внимание, вот этот комплекс... Стимуляция иммунитета, да. Да, вот этот сексуальный комплекс, да, может быть, как бы можно было снять проблему, а тем более по хирургии мы сегодня готовы полностью. Да. Как вы считаете? Ну, это мы во второй части решим. Вы не волнуйтесь. Вы не волнуйтесь. Да, 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 да. Это все под анестезией, так что... Да, да, я не могу не волнуйтесь. Я вот увидел рулон туалетной бумаги у вас здесь. Это вы как бы хоть решили подстраховаться, если не справитесь, да? Ну, нет, у нас каждый пациент иногда пользуется туалетной бумагой, мы потом расскажем, как ей пользоваться. Да, правило. Это очень нетрудно, по сути. Ага. Да. Семен Александрович, что-то пошаливает. Скажите, пожалуйста. Что, сердечко? Пошаливает уже, да, с ограденоваться. Угу. Скажите... 264. 264. Хорошее число. 264 в минуту, да? А что, вот, с чем у вас связано? На килограмм 264. Какие ассоциации? Какие ассоциации вот с этой цифрой? 264, это мне напоминает вес. Вес человека. Одного? Одного, конечно. Или в лифте, который могут помещаться? Нет, не все в лифте помещаются. Вот, я знаю одного человека, он как раз 264. И что? Можете привет ему сейчас передать. Привет вам. Не буду называть фамилию, он знает. Он 264 как раз. Скажите, Семенович. Ну, ладно, что они плохо. Я считаю, что вот, обратите внимание, хуже было бы, если была бы норма, согласитесь? Да, но здесь тот случай, где норма вызывает совсем другие ассоциации. А я буду жить, да, доктор? Да, знаете, даже наша медсестра передавала вам яблочко. Не-не-не, я яблоко, я не могу сейчас есть яблоко. Не сейчас, прошу. Вам передали, вы можете... А знаете, меня бабушка называла яблоко. Яблок. Яблок. Да. Она говорила, возьми яблок. Съешь яблок. Вы брали? Я брал яблок и ел. Был похож на этот? Яблок в детстве? Нет. В детстве яблок какой-то другой был. Ну, естественно, да. Более зеленый или может быть красный? Да черт его знает. Какой-то вот яблок так яблок, понимаете? А это яблоко уже... Семен Иванович, скажи, пожалуйста, а что для вас в сексе норма? Ничего, для меня нет никакой нормы в сексе. Ну, теоретически, как вы себе представляете? Норма всяких... Что за грандию, да? Для вас. Норма в сексе? Это я. С тремя-четырьмя женщинами. И 9-10 часов секса такого. Какого-то? С ними? Такого активного. Или без них? С ними, с ними. Это как для фантазии? Жесткий такой секс. Фантазии другие. То есть это реальность? Это реальность, да. А что такое жесткий? Жесткий, ну такой бескомпромиссный такой. К себе или к ним? К себе и к ним, чтобы никакой поблажки. То есть у вас и плеть есть, и вот это кожаные все, да? В чем вы говорите? Голову зажимаешь вот в эти колодки деревянные, пристегиваешь руки. Ну что же я буду это же на удачу? Дети же. И это как бы в норме? Это в норме. Сейчас ночь, дети, надеемся, не смотрят. Это в норме. А женщины какие? Вы предпочтения отдаете? Полненькие, более худенькие, лысенькие, волосатые женщины должны быть. Лосатые, лысые женщины. Это мне вспомнил. Никто женщина, феномен. Да? Да. Не, не буду рассказывать. Ну да. Что вас привлекает в женщину? Я очень люблю уголовниц. У кого? Уголовниц. Это которые сидят рядом с вами на углу. У кровати. Кто из нас сумасшедший все-таки? Я или он? Ассоциативный эксперимент. Видите, у вас озарение. У вас произошло сейчас, знаете, это называется инсайт. Озарение. А не инсульт? Нет. У нас это все равно не лечит. Инсульта. Семен Савченко. Да. Что вас привлекает в женщину? В женщину что привлекает? Ну вот какие вам женщины нравятся, каких вы отвергаете? Что эта женщина должна уметь, чтобы нравиться вам, Семен Александрович? Я вообще не отвергаю никаких женщин. Возраст? Не отвергаю я. То есть любые женщины у вас привлекают? Да, да, да. Нет, не привлекают они меня, но я не отвергаю. А что вы имели в виду, когда вы сказали, что вас особенно как-то привлекают уголовники? То есть вам нравятся какие-то криминальные вещи? Криминальные очень нравятся, да. А что там? Чтобы под пистолетом, чтобы... То есть женщина в вас как бы... Да, да, да. Чтобы стреляла в уголовник. В вас? Ругалась матом, да? Да. Наколки. Вот, 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 вот. Чтобы наколки были, все. В ватниках я люблю, в ватных штанах. Чтобы... Беломорканал. Как в ватных штанах? Образ такой, да. Ну, образ такой. А это литературная какая-то ассоциация? Или вы имели реальную... Любимый писатель Лимонов. 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 То есть вы, значит, еще любите, наверное, мужчин другой расы, да? Расы? Ну да, черных. Ну, Лимон уже описано. В своем гомосексуальном контакте с негроидной расой. Да. Не, я не люблю мужчин вообще никаких рас. То есть два любите, три? Всех рас я не люблю мужчин. Не люблю... Откуда белых, желтых, черных, красных... Зеленых. И австралийских аборигенов. А как? Ну, хорошо. Как скажете? А вот особая фиксация, особая фиксация на образе австралийского. Аборигенов. Вот вы знаете, профессор, здесь в карточке написано, что Семен Александрович пытался познакомиться с... Таблетка? Дайте. Дайте сейчас эту таблетку. Вам сейчас нужно. Покажите название. Вот, видите? Лучше не показывайте, профессор. Докси, мета, цикла, припарин. Доксиль. Моксиль. Моксиль. Я думаю, профессор... Возьмите, возьмите, это сейчас легче будет вам. Нет, нет, нет. Плацебо? Нет, нет, нет. Нет, активное. Чувствуете? Очень отпочивцов. Чувствуете? Очень отпочивцов, да. Профессор, в карточке записано, что к женщине, вот недавно, Семен Александрович, ей 74 года, пытался познакомиться, намекал на интимные контакты. Да, 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 вот этот эпизод. Скажите. Она не была в ватнике. Пожилая женщина. 74 года исполнил. Да, да. Выглядит, правда, на 83. Вот что это? Она выглядела значительно моложе своих лет. Так. А с какой целью вы ее пытались? Она расценила это как домогательство сексуальное. И испугалась. Поскольку последнее такое к ней было 34 года назад. Чего-то я не помню. Ну как, вот фельдшер читает сводку ГВД. Вы подвергаете сомнению информацию, которую Алексей... Я подвергаю сомнению ГВД. То есть... Чего-то я не помню. Может быть, было, может, не было. Я не помню. Хорошо. Я не помню. Семен Александрович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сегодня... Что? Сегодня секс сместился по возрасту. Под язык надо класть таблетку. Как угодно. Сегодня молодые люди вступают зачастую в сексуальные контакты в возрасте 16-17 лет. Как вы считаете? Что, как я считаю? Скорификацию. Вы меня будете заклеивать между... Нет-нет-нет, это диагностично. Мы хотим вам немножечко прочистить. Реактор-романоскопия желудок немножечко. Как вы относитесь к тому, что возраст... Вы можете перевернуться? Что-то там лезет. Повернитесь просто. Это не на что вы думаете. Повернитесь ко мне, Александр Александрович. У них есть, да? Да. Вот так, сюда немножко. Нако мне, спиной. А что там будет? Держитесь, держитесь за молотой. Держитесь. Куда будет это? Нет-нет, это все... Нет, там уже ничего. Вы пока скажите, Семенович. Представь... Ну... Скажите пока, как вы относитесь к сексу у молодых людей? Следует... Ненавижу. А что ждать ранние связи? Я обсуждаю связи вообще. То есть вообще не надо заниматься? Не надо. То есть нет, просто не надо. Я не люблю, когда кто-то занимается, кроме меня. Мне это неприятно. Что я буду скрывать? Я ничего не могу сделать, но занимаются и занимаются себя. Я бы запретил. Вы как бы осуждаете все формы, да? Все формы осуждают. А вот что это за форма? Ой, какой. Достаточно. Маленький. Ну, легче он может, чтобы все-таки... По-моему, легче стало Фельдер. С облегчением так вздохнул. Как будто он... А что вы сейчас почувствуете, Семен Саныч? Сейчас я почувствовал... Сейчас замер сделаю, посмотрите. Я тебе скажу, что я почувствовал. Лучников Ру его зовут. Его зовут СПБ Культ Лучников Ру. Да нет, нормализовался. Это спазма, которая была последняя. Вот здесь мог бы быть. Да. Вот сейчас посмотрим, кстати, эффективность. Сейчас мы увидим в следующем ответе вашем. Семен Саныч. Эффективность мою. Скажите, пожалуйста, что для вас любовь? Ну, что это, что для меня любовь, а? Я не понимаю, вы путаете вот... У вас в настоящее время есть любимый человек? Любовь это... Любовь для меня. Это тестостерон, пропионат. Ага. Ну, это мужской половой, да? Шприц. Ну, а у женщин другой гормон. Ну, и все. Эстрогены называется. Провозительная освеженность. Читают книжки, наверное, тоже. Так у вас сейчас есть любимый человек? Сейчас? Да. Любимый человек? В сегодняшней жизни. Жена. 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 Все-таки так, да? Сколько у вас лет семейный стаж? Альгунчик. А сколько лет мы вместе? Сколько лет мы вместе, я не помню. Вот. Ну, сейчас... Ну, примерно. Год? Двадцать два где-то так. О. То есть у вас единственный брак, да? Это после больницы уже она меня взяла. Она жена, в смысле? Да. У вас единственный брак? Брак, да. То есть вы, в общем, как бы постоянно это начинаете, да? А... Вот эти уголовницы, вот это все, это фантазии, да, немножко? Или реальность? Камера не работает сейчас, да? Нет, нет. Сейчас вот решение. Какая камера? Камеры вы имеете в виду те, где уголовницы? Камеры. Сейчас не работают, не работают. Работают те камеры. Вот вы сейчас что слышите, работают или не работают? Газовые тоже работают. Сейчас слышу тишина. Значит, не работает. Не работает. Так вот, уголовницы, две-три женщины, девять женщин. Это фантазии, да? Или это все-таки реальный опыт? Это реально все, конечно. Но жена одна. А жена одна. А уголовниц девять. Она знает об этом? Об уголовницах? Да. Ну, конечно. А как же? Догадывайте. Профессор, у меня есть ощущение, что пора научить пациента пользоваться туалетной бумагой. Это адекватная информация. Я хочу попросить на какое-то время выключить камеры. Выключите, пожалуйста, камеры. Да, пожалуйста. Семен Александрович, давайте следующее блок общения построим на несколько более высоких представлениях. Куда выше. Скажите, пожалуйста, вот что для вас творчество? Это что? Это любовь? Это стиль жизни? Это реализация каких-то собственных потребностей? Это служение, музей, я не знаю. Вот что для вас творчество, для вас мотивация? Я переведу вам, больной. Скажите, какие у вас возникают фантазии, когда вы находитесь на сцене? Когда перед вами зал, 700 человек. Фантазия какая? Фантазия, быстренько. Фантазия какая, больной. Семен Александрович, быстренько фантазия. Первое, что в голову пришло, говорите. Что он кричит на меня. Вы знаете, что творчество это невроз. Так. То есть вы как бы реализуете собственный... Экскепиционизм. Это такое невротическое состояние, что здоровый человек не занимается искусством. Это известно. У здорового человека, у которого ничего не болит, ему ничего не нужно. То есть это как бы двигатель. Да? Что, невроз? Да. Двигатель чего? Творчество, поиска, таланта. Да? Профессор, я вам переведу. Дело в том, что когда Семен Александрович, я так понимаю, находится на сцене, чувствует себя обнаженным, а в зале 700 девушек лет 22. Не слова, а в специализмах. Семен Александрович, а откуда вот вам известны такие слова? Я вот приятно удивлен. Вы очень много знаете таких... Вот про девушку? Нет. Психолога медицинских терминов. Клерамбератамания. О. Ренифлёрс. Подготовленный больной. Капрофагии. Ну и так далее. Капрофагии переведите для аудитории. Ну зачем же такие вещи-то? Обычные, да? Да, переводить. Это можно взять в словарях, посмотреть. Вы знаете... Таблетку проглотили? Таблетку, да. Откройте. Язык облажен? Угу. Запишите, пожалуйста. Наличие воспалительного процесса, а коли вы миндалины справа. А у меня, правда, миндалины удалены. Угу. Где вы увидели миндалины? То есть совершенно другое. Кто вам удалил миндалины? Доктор Левин. Был такой доктор, кстати. Да, такой доктор Левин. Ещё бы, как не могло быть такого доктора. Был доктор Левин, доктор Марголес, который штепсель прятал за спиной. Зачем? Естественно. Зачем прятал? Да. Чтоб я не мог уколоться и забыться. Угу. Мне кажется, знаете, профессор... Псевдогалюционация. У меня есть несколько вопросов. Развольте мне в качестве... Позвольте фельдшеру. Муж он был в нашу беседу? Давайте, фельдшер. Вы его меньше боитесь сейчас? Фельдшера? Да. Я его как-то физически боюсь. А после... Ну да. Угу. Скажите, Семён Александрович, В карте записано некое Ваше человеческое восприятие девственниц. Говорят, что Вы к ним только подходите, разговариваете. И всё. Никаких попыток интимного контакта. С чем связан интерес к девственницам? Которые, кстати, я так понимаю, сейчас крайний... Ранний возраст имеет. Крайний ранний возраст. Крайний ранний возраст у девственниц сейчас? Да, знаете ли. Почему? Я знал девственницы, сорока лет. А как Вы понимали, что они девственницы? Они говорили об этом. Прямо увидели Вас и говорили, что мы девственницы. А Вы не пытались анализировать, почему вот девственница, как бы, в сорок лет Вам говорит, что я девственница, а вот другим не говорит этого. Вы наделены какой-то особой притект? Да, 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 да. То есть это будет со мной, как с врачом всегда. То есть Вы располагаете в людей? Да, да, да. Я очень располагаю. А за счёт чего, как Вы считаете? А за счёт чего? Это врождённое у Вас, или Вы развили в себе это свойство? Почему Вас? Я развил врождённое свойство. Развил, да. И девственницы тянутся ко мне. Что такое виргогамия, Семен Александрович? Что-что? Виргогамия. Что это такое? Забыл. А может быть вспомните вот этот факт, Семен Александрович. Одна немолодая уже актриса, жалуется, что почему-то на работе Вы к ней всё время подходите сзади. Просто подходите сзади и молча стоите сзади. Доктор, Вы не пробовали лечить всё-таки фельдшера? От чего, как Вы считаете? Ну, у него есть всё-таки, есть у него какая-то, какая-то у него циклоидность. Циклоидность. Да. Или циклопедность. Или циклопедность. Циклопедность, само собой тоже. Кроме циклопедности, ещё какая-то, да. У него какой-то бред всё-таки. А он приятен Вам? Кто, фельдшер? Нет. Не приятен? Скажите, пожалуйста. Я видел фельдшера Вашего передачи. Вот, наши передачи. Как Вы к ним относитесь? Видел передачу с Квашой. Мне очень понравилась одна записка Вам была, что Вы главные жидоведы страны. Это было что-то чудовищное. Вот мне нравится. Вот у фельдшера, как вот диагноз это такой. Вот он разговаривает с умным человеком, беседует. И сам умный. Рядом с ним идиот. И он как-то вот ближе к этому состоянию становится. То есть внушаемый как-то? Потом Васильченко, двухтомник, я помню. Потом проблемы гомосексуализма, очень толстая была книжка. Кинси. Вы полностью прочитали? Что? Проблемы гомосексуализма? Да. Я не знаю, просмотрел, но что там особо интересно. Картинки только или? Нет, там было бы... И почему проблемы гомосексуализма сподобили Вас на занятиях гипнозом? Нет, а потом прочитал книжечки «Черток», гипноз. Перевод с французского. Перевод с французского, да. Ну и так далее. Поразит. Ну Буля там научно-популярная книжечка была. Полынатичка. Так. Вот. И как Вы занялись гипнозом? Ну так вот занялся гипнозом, стал гипнотизировать. Там одноклассников на турбазе где-то, еще что-то. Ну а потом это уже как бы стало неинтересно, пройденный этап. Какая цель была? Показать свою власть? Нет. Убивить людей? Почему? Помочь людям. Исследовать, посмотреть, что это такое, как это. И что? Что в результате исследования? Что в результате исследования? Есть люди, которые легко впадают в гипноз, есть, которые очень сложно. Сам я никогда не был в состоянии гипноза. У меня сверхценное отношение к себе. Я очень боюсь любого вмешательства. Говорите, если люди просто за кончиком следят. Можете за кончиком следить? За кончиком я слежу регулярно. Ну и как? И что? Как кончик? Да. Ой, как интересно. Он неотвратимо приближается. Не стаглоподобно стоит. Так. Сколько нового я узнал о себе? С вами Александрович, вы не хотели бы сейчас, пользуясь тем, что мы в эфире? Мешочек выше. Ну, ну, ну. Вот, все-таки правду. Какого-нибудь? Да. Зарядить воду, остановить часы. Пожалуйста. Обезболить. Операцию по телевизору сделать. Есть камера. И есть люди, которые сейчас нам, надеюсь, верят и нас наблюдают. Вот, пожалуйста, проведите какой-нибудь сеанс. Обратитесь. Что-то сделайте. Сеанс лечебного гипноза. Да. Пожалуйста. Это я когда-то ходил на семинар. Угу. Психиатрический. Так. Там один студент, он был у нас с Украины, и он все говорит, я провожу сеанс лечебного гипнозу. Так. Вот. И проводил. И проводил, да. А вот вы, проведите, помогите в чем-то людям. Ну, все же я буду по стопам Кашпировского дойти. А вы свои, оригинальный какой-то модель. Элементы ступора. Не можете, да, Семен Александрович? Как бы что-то останавливает, да? Что-то мешает. Я думаю, что это внутренняя интеллигентность все-таки какая-то. Для того, чтобы по телевизору проводить сеанс лечебного гипноза, нужно все-таки какое-то иметь отсутствие интеллигентности. А что такое интеллигентность, на ваш взгляд? Вы знаете, это же чисто российское понятие. Ведь на Западе как бы нет интеллигентности. Я бы даже сказал, не только российское, а только русский может быть настоящим интеллигентом. Ну, а белорус, а украинец не может? Навряд ли. Так. И что для вас интеллигентность? Запишите, шовинизм. Угу. А вот. Не пишите, Алексей, не пишите. Это провокационно. Профессор, вы же знаете, что я записываю только с ваших слов. Окей. Семен Александрович. Что для меня интеллигентность? Да. Как определить, что это? Это образование, это поступки, это интеллигент. Что это? Это очень трудно. Ну, попробуйте. Не знаю. Элементы ступора. Спонтанные. Ступор 2. Да. Профессор, спросите, пожалуйста, Семен Александрович, может быть, он вам ответит, все-таки, вот почему сзади-то он останавливается и стоит все время? Да. Семен Александрович. Да, да, да. У вас очень сильный багаж психолого-психиатрической литературы. Вы, Фрейда? Столько бы порежали прочитали. Читали, надеюсь. Читали. А че он найти? У него есть очень интересная одна клиническая зарисовка, почему некий его пациент предпочитал в сексе только позицию, когда он сзади женщина. Это было связано с определенными детскими воспоминаниями, волка, которого он рассматривал сзади и так далее. Волка? Да. Вот то, на что Алексею Лушникову пожаловались актрисой вашего театра, ваше навязчивое желание подходить к женщинам сзади. На ваш взгляд, это что? Шутка, привычка, желание. Волка и актрису. Да. Актриса-то любая хочет сзади. А что за актриса, как фамилия? Нет, ну зачем? Не припоминяй. Не нужно. Без фамилий? Да. Подхожу сзади, почему? Не знаю. Почему это шутка? Может, я не хочу видеть лицо? Я не знаю. Я в том, что я очень... У вас упало, доктор. Знаете, был такой анекдот? Слушайте, слуховая эволюционация. Да. Так. Так что, у меня послышалось, что упало? А как вы считаете? Упало не у доктора. У доктора все. Ваш лекпом, знаете, было такое выражение? Помощник лекаря. Так. Он всеми пытается нашу серьезную медицинскую передачу свести какую-то шутку. Какое-то ток-шоу пытается из этого сделать. Вам не нравится? Какие-то синие страницы какие-то у него. Кстати, почему синие? Тоже говорит, между прочим, о фельдшере с определенной стороны. То есть вы хотите сказать, что синий – это как бы сгущенный голубой, да? Думаю, что да. Элементы немотивированной агрессии. Вы, по-моему, очень мотивированный, профессор, вы меня простите. Но вот это, понимаете, знаете, какая может быть… Вот самое, что есть направленное на вас агрессию – у вас упало. Понимаете? Ведь не вы уронили, не вы потеряли, а у вас упало. Характерность без личных предложений, да? А вот это крупные капли пота… Вас здесь не стоят, идет дождит. Крупные капли пота на лбу говорят все-таки о каком-то… Есть такое слово «делирий». Делирий. Знаете, да? Вот почему-то… Вы знаете, у меня фельдшер почему напоминает слово «делирий». Делирий. Но это не крупные капли. Это как бы имя «делирий». Крупные-то они… А это… Делирий Александрович, Делирий Иванович, да? Да? Делирий Луношников. Тоже запись суть? Вы знаете, это нужно сейчас углубить, потому что вы заметили, что Семен Александрович пытается нас направить к какому-то совершенно ложному следу. Эти крупные, да? Когда мелкие, а крупные. А вы знаете, я думаю, что у него-то крупные и мелкие связаны с травмой в детстве. Вы манипулируете людьми? Вот в отношениях, как вы считаете? Вы искренен, спонтанен? Или вы стараетесь людей как-то вот так… Знаете, как кукловод. Направить? Стараюсь, стараюсь. Но, к сожалению, слишком искренен. И поэтому не манипулирую. Стараюсь, ничего не получается. Близкие друзья есть у вас душевные и длительные? Ну, у нас разные понимания, наверное, слова «друг». Для меня «друг» это что-то настолько большое, что я могу сказать, что у меня нет ни одного друга. Наверное, никогда не было, потому что те, кого я считал друзьями, маленькое испытание, оказывалось, что этого друга нет. А я уж не говорю о больших испытаниях. То есть, не на кого положиться, получается? Нет, нет, нет. Ну, это по большому счету. Но все-таки есть люди, с которыми вы поддерживаете отношения? Поддерживаю. То есть, переживаниями. Поддерживаю. Ну, переживаниями делюсь только с вами, вы знаете, в нерабочее время. Так. Вот. А насчет того, чтобы положиться, нет, таких нет. Вы одинокий человек? Одинокий очень. А жена? Отсюда. Отсюда. Она не может, как бы, снизить ваше чувство одиночества, нет? Ну, я же не могу делиться с женой всеми переживаниями. Угу. А вас, насколько мы с Алексеем предварительно узнали, есть взрослый сын? Взрослый сын есть. Что вы на меня смотрите, так, Смир Александрович? Ну, может, раз так говорите, значит, наверное. Я очень доверяю. Вы же знаете, что взрослый сын доктора Щеглова на радио работает. На радио? Да. Роман Тахтенберг на радио же работает сейчас. А, это сын, да? Кстати, очень много. Ну, общий. Очень похоже. Вот эта рыжая борода. Один к одному, практически. Практически, да. Так вы с вашим сыном делитесь вот чем-то сокровенным? Или у вас такие вертикальные отношения? Продуктами. Папа. Продуктами делюсь, да. Не поделюсь, он все равно съест. Причем мы делим продукты на три части. Продукты жизнедеятельности, да? То есть, сын отнимает продукты у родителей? Нет, продукты жизнедеятельности мне не жалко. Вот. Кстати, о продуктах жизнедеятельности. Сейчас посмотрим. Жена не поднимает стульчак. Ну, ладно. В каком смысле не поднимает? Ну, стульчак же. Нормальное положение стульчака поднятое. Так. Вот я хочу сказать, чтобы все это знали. И вообще, это есть способ такой определить, кто главный в доме. Если стульчак опущен, значит матриархат. Если стульчак поднят, значит мужчина главный в доме. А у вас как? Я все, у нас стульчак, конечно, я стараюсь, чтобы он был поднят. Вот. Нет, нет, и опустит. Поднят вы имеете в виду выше уровня унитаза? Стульчак должен быть поднят. Знаете, он там такая штучка у него есть. Он то поднимается, то опускается. Так вот, он должен быть поднят. Так. Это важно очень? Это принципиально. А сын поднимает стульчак? Женщины обычно стульчак оставляют опущенным. А у мужчин это уже в генах держать стульчак поднятым. Вот. А по поводу продуктов… Копрофагическая фиксация. Правильно. Так. Только не копрофагическая, а копровалическая, я бы так сказал. Почему? Потому что продукты жизнедеятельности я не поедаю. Больше нет уже? Да, больше нет. Вылечился доктор. А что вы хотели сказать? Мы делим продукты на три части. Он съедает сначала свою часть, потом уже приступаем к следующей части. Вашей? Моей или жены. То есть он вас объедает? Объедает. То есть вы согласны с фразой одного средневекового врача, который сказал поразительную, чудовищную вещь? Да. Что ребенок рождается, потому что объев мать, находясь у нее в чреве, он рождается для того, чтобы дальше объедать отца. Вы знаете, да, 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 да. Объедать отца. И вы знаете же о желании кастрировать отца. И иметь, да, половой контакт с матерью. Вы же это прекрасно все знаете. Вы доверяете Фрейду, да? Фрейда люблю. Фрейда люблю. Я бы не сказал, что доверяю. Люблю Фрейда. А что привлекает? Во Фрейде? Терминология, вот вся эта связь обязательно с гениталиями. Нет, ну связь с гениталиями. Во Фрейде меня привлекает такая вот, знаете, обстоятельность. Стройная система. Стройная. Я очень люблю стройные системы. Фрейд мне напоминает Эйнштейна. Вы можете как можно длиннее высунуть язык? Максимально, как будто дразнитесь. Вот как бы по направлению к молоточку. То есть я дразню, как бы молоточек, да? Да, да. Не вас, а молоток? Нет, нет. Не фельдчера? Нет, только молоток. Как бы молоточек дразню. Да. Ага. И вы поэтому поставите какой-то, что-то он запишет. Да, да. Хорошо. Будьте добры. Вяло, да? Не убедитесь. 56 градусов от осевой линии. От осевой линии. У вас были травмы? Кроме линии. Нет, черепно-мозговые. Черепно-мозговые травмы? Сотрясение головного мозга. Нет. Не было. Не было, да. Не было, к сожалению. То есть все-таки есть, значит, одна позиция, в которой можно вас считать здоровым человеком? Нет, ну как, остеохондроз шейный, плохое кровоснабжение головы, от этого шум в ушах, сомливость, головные боли. Что вы? Ипохондрическое настроение. Живого места нет. Скажите, пожалуйста, если сейчас Алексей проведет такую очень короткую процедуру, вы хотели бы, чтобы сейчас исчез шум в ушах, вот эти проблемы с памятью? Дефибрилляция делается для сердца, доктор, насколько мой сан минимум позволяет мне об этом судить. Это ваш сан минимум. У нас есть совершенственный дефибриллятор, который действует на деятельность мозговой клетки. Вы хотели бы сейчас получить некое облегчение? Вот сейчас прямо перед зрителями получить облегчение? Да, ну демонстративно. Демонстративное облегчение. Демонстративное облегчение. Ну как скажете. Как скажете. Алексей, ну подпороговую. Вот, не фигуривайте. Так, давайте. Глаза закрыты. Можете закрыть. Может не будет? Нет-нет, подпороговую. Подпороговую. Вы чего боитесь-то? Точно? Да. Только, ну насчет. Давайте. Без наркоза, без всего. Что за плановалы такие? Раз, два. Так. Вот сейчас как? Сейчас намного лучше. Все-таки, да? Да, да, да. Намного лучше. Вы знаете, как прибор называется? Это... Не трансаир? Это модификация трансаира. Это дефибриллятор низкочастотных альпулов. А, вы знаете, я бы хотел немножко, чтобы вот эндорфины. Вы вызвали у меня. Вот. Вот про эндорфины. Про эндорфины хотелось бы поговорить. Скажите, пожалуйста. Федер, что вы думаете про эндорфины? Семен Александрович. Знаете, вы столь сложный, больной, что я полагаю, что это у нас с вами разное. Разные эндорфины у нас? Да. Скажите, Семен Александрович, вы представляете актерскую профессию. Если вы вести за скобки, что, конечно, самый лучший актер всех времен и народов – это вы. Это нам понятно. А вот следующий. Вы могли бы назвать, кто из актерского цеха для вас является большим, большой фигурой? Из нашего горячего цеха? Да. Есть такие? Вы знаете, ну есть те, кого… Ну, конечно, практически нет. Есть те, кого я люблю, может быть, как зритель. Так. Вот кого интересно? Евстигнеев мне нравился. Покойный. Угу. Так. Молодой Басилашвили, просто давно сейчас не видел его вот в театре. Угу. Так. Нравился мне Ролан Быков где-то, не везде. Угу. Лоренц Оливье. Угу. Но в старости, говорят, вот он, я думаю, что-то меня ждет. Слава? Нет, не слава. Старость. Слава меня не ждет, старость ждет, конечно, уже не дождется. Вот. А вот Лоренц Оливье в старости, он мог смотреть только фильмы и записи спектакля со своим участием. Угу. И уже ни с кем не мог общаться от чувства собственного величия. Вот это вас привлекает, да? Я чувствую, что меня это тоже ждет. Вот у меня это сейчас уже. Семен Александрович, вот вы перечислили ряд великолепных актеров, а почему это все мужчины? А женских персонажей в актерской профессии для вас нет? Раневская. Угу. Раневская и тоже молодая Тинякова. Угу. Понятно. Скажите, Слава, все, не надо смотреть на меня так, доктор. Понимаете, не надо смотреть. Да. Смотрите лучше на небо. Да. Винонравственный закон номер 13. Семен Александрович, а скажите, к телевизионному искусству как вы относитесь? Это не искусство, к сожалению. Это, как это назвать, ну какое же это искусство телевидение? А что это? Дизайн? Не знаю. Видите, у меня есть некоторая афазилия. Как вы понимаете, мне трудно подобрать слова. Алексей, запишите. Самодиагностика. Сам? Да. Навязчивая самодиагностика. Я думаю, что оперативное все-таки это после перерыва. Алексей. Да, я только хочу быть ниже телевидения, только эстрада. То есть для вас телевидение это что-то низкопробное, да? А в этом низкопробном для вас все-таки есть какие-то интересные личности, интересные программы или все одно и то же? Я думаю, что интересные личности не работают по телевидению. Вот что. А ничего, что Лушников нас слышит сейчас? Так а что делать? Ну что делать? Я же больной, сумасшедший, мне все можно говорить. Был бы здоровый, такого бы себе не позволил. А потом, ну Лушников. Лушников он... Его спасает немножко то, что он фельдшер? Как вы считаете? Ну, его часть оправдывает это. А куда он поперся? А он пошел, мне кажется, менять батарейки. По-моему, он ушел с телевидения, вот у меня такое ощущение. Вот сейчас? Да. Он обиделся и бросил телевидение. Что это так? Чтобы вы мне не предупредили, что он такой обидчивый. Я бы знал, я бы не стал говорить этого. Нет, нет. Все хорошо. Ну, обидел человека. Вы не волнуйтесь. Ну, неплохой парень. Он пошел кипятить инструментарий, все нормально. А вы кипятите? Да. Не горячим воздухом вы стерилизуете? Нет, мы чаще кипятим. Ага. Вас смущает это как-то? В автоклаву пошел он? Да. Семен Александрович, пока мы вдвоем, да? Пока мы наедине. Пока мы наедине. Поговорим о Лушникове? Нет, нет, нет. Отнюдь. Давайте поговорим о ваших глубинных все-таки переживаниях. Вот что для вас является травматичным? Господи, не надмирно. Что травматичным является? Ни внимания, ни успеха в профессии, обман, отсутствие близкого друга, как вы сказали. Вот что для вас самое такое непереносимое в жизни? У меня, вы знаете, доктор, эндогенная травматичность. То есть изначальная? Внутри все находится. Меня совершенно не волнуют окружающие люди. Так. Они меня могут травмировать только физически. Вот сейчас вернется Лушников, засандалит мне какую-нибудь штуку опять куда-нибудь через раскладушку. Так. Это и будет травматичность. Так. А нанести душевную травму может... Кто? Близкий человек, зритель, коллега. Наверное, близкий человек, а таких почти нет. Поэтому... У вас кормишь в больнице, да? Да, мы питу скушайте. С крабовыми палочками? С палочками. Скушайте. Пита вкусная, ничего такая. Вы тоже после этого попробуете? А мы попробуем, да. Вы знаете, как Наполеон ел, чтобы его не отравили. Он входил в зал, где был накрыт стол на всех. Он ел только вместе со всеми. И он шел, выбирал блюдо непосредственно перед тем, как садиться. После этого все садились. Можете выбрать. И не знали, какое... Можете выбрать. Какое отравить, понимаете? Вот. А теперь скажите, а почему вы эту выбрали? Нет, не та. Не та. Вот она. Не та, да. Вот вы специально думали, что я возьму... А вот она. Сзади шаверну очень люблю. Да? А почему вы эту выбрали, скажите? А поменять, что ли? Нет, поздно. Почему выбрал это? Нет, еще не поздно, конечно. Инклюитивно. Может быть, вам нравится цифра какая-то? Нет, цифра 8. 8. Что ж, вообще? Цифра 8. Семен Александрович. Мне напоминают, знаете, передача... Это телевизионные судебные процессы. Да, да, так. Вот это у нас телевизионный... Телевизионный сеанс... Такого вот лечения. Так. Но вы чувствуете, что вам легче стало? Вы знаете, становится легче. Во-первых, аппетит, да? Аппетит, да. Есть все. Аппетит есть, к сожалению. Нездоровый аппетит. То есть у вас отношения с пищевыми продуктами сложные? Сложные, да. Я ем как свинья. То есть? Ну, все и много. А этого нельзя делать. Так. Что мешает изменить пищевой режим? Что мешает изменить? Да. Не справиться с собой, да? Семен Александрович, каковы у вас отношения с денежными средствами? С капустой. Любите зарабатывать? Не любите? Нет. Нам много денег нужно, мало. Ну, денег, наверное, много, конечно. Зарабатывать не люблю. Получать люблю. А за что получить? Советский синдром? Я люблю, да. Очень люблю, вот когда просто так дают. А бывает, что дают просто так? Бывает. Вот идете по улице, подходят человеку и дают вам деньги? Нет, нет, не на улице. Где-нибудь в помещении обычно дают. Ну, за что так? Ну, придешь куда-нибудь. Так. Зовут, как свадебный генерал. Вот, фурман, поехал, фурман. И дают. Ничего, ничего. И дают деньги. А вы ничего при этом не делаете? Да. Неплохо, Алексей? Плохо. Плохо. Наша клиническая работа с утра до ночи. Да. Вы знаете... Соныч нам рассказывает, что ему просто так дают деньги. Вы знаете, профессор, он уже доедает, поэтому, в общем-то, пора заканчивать, чтобы вовремя, в общем-то, уйти. Вы же понимаете, что сейчас... Да, 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 потому что, да, у вас очень быстро процесс переработки пищевых продуктов. Я уже просто волнуюсь. Лёй же очень вредно ездит. Да, да. Давайте временно как-то... Друзья мои, спасибо «Титанику» за все. Да. Я имею в виду салону сети магазинов. Спасибо профессору Щеглову за то, что он профессор. Спасибо салону «Эрос», который находится за домом книги, где Семен Александрович очень часто приобретает новейшие предметы секс-продукции. У нас правильно? Ну, и старейшие тоже покупают. Он же их коллекционирует. Во всем случае, я имею в виду впечатления. У меня есть действительно постоянные такие? Я думаю, что профессор, пускай он лучше не отвечает на этот вопрос. За всегда. Пускай он лучше ест. В принципе, его ответы уже, по сути, никакого значения не имеют. А психотерапевтические? У меня там работают знакомые, с которыми у нас есть некоторые отношения. Не буду называть ее фамилии. Я туда ходу. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok